Привет, дорогие друзья, снова с вами Замберус. Наконец-то, спустя полтора месяца, DICE выпускают нормальный патч. И это не просто патч, а самый большой патч за всю историю Battlefield 2042. В нем аж 400 изменений, потому что прошлый патч комьюнити не очень хорошо восприняла, потому что там весь патч был ради того, чтобы вам добавить таблицу результата, которая открывается на клавишу Tab. Ну а здесь не такое, они постарались исправить многие баги. И сегодня вместе с вами мы поговорим про этот патч, посмотрим, насколько он сильно изменил игру, сильно ли бросаются изменения в ваши глаза, и в принципе, стоит ли обращать внимание на 2042 после выхода патча 4.0. Ну а если ты любишь контент по шутерам, обязательно подписывайся на этот канал, ставь лайк, делай репост братюнем и заглядывай в мой телеграм-канал. Стоит отдать должное шведским разработчикам из студии DICE. Взяли себя в руки и исправили огромное количество геймплейных багов. И тут я подчеркиваю, в основном патч ориентирован на многие геймплейные баги. Ну там убрать летающие камни на какой-нибудь портарик и что-то в таком духе. Но при этом они еще добавили небольшой ребаланс модулей, небольшой ребаланс оружия, также немножко поигрались со специалистами и поигрались немного с техникой. Ну а так, если вы вдруг, как и я, с января не запускали игру, то в принципе, с первого взгляда вы не заметите большинство изменений. Ну, игра плюс-минус также работает, и это вызывает некоторые вопросы. Патч, конечно, отличный, молодцы, исправили 400 багов. Но есть один маленький момент. Подобный патч хорошо смотрелся бы, если бы он вышел после, не знаю, раннего доступа для ультимейта и голд издания, который стартовал за две недели до релиза игры. Или если бы это был патч первого дня. Ну, на крайняк, патч первого месяца после релиза. А у нас, как бы, с момента релиза 2042 прошло аж 5 месяцев. И данный патч сейчас вызывает у большинства только вопросы. Да, если только спустя полгода начинают хоть как-то приводить игру в порядок, но это как-то неправильно. Потому что, по традиции, большинства ААА-шутеров, там, той же колды или старых баттлфилдов, через полгода должен выходить контентный патч, который приурочен к выходу третьего сезона или третьего платного DLC. А мы в итоге просто получаем исправление багов. Да и, в принципе, у нас первый сезон стартует в июне, когда у многих шутеров, как бы, появляется либо третье дополнение, если мы говорим про Баттлфилд 4, или же появляется третий сезон, если мы говорим про Modern Warfare 19-го года, Cold War или Call of Duty Vanguard. А здесь, ну, типа, держите исправление, которое вы должны были получить еще на релизе игры. Поэтому, если вы вдруг задаетесь вопросом, а стоит ли купить 2042 сейчас, после выхода патча 4.0, я отвечу так, не стоит. Мы ждем первый сезон, посмотрим, что из себя будет представлять первый сезон, и если он не окажется полным лютым калом, то, возможно, тогда придется задуматься только о покупке. Ну, а так, в целом, пока что не вижу смысла вообще какого-то внимания обращать на 2042. Ну, и давайте поговорим о самых явных изменениях в патче 4.0. Если вы хотите более подробно прочитать про этот патч, то переходите по ссылке в описании. Там есть ссылочка на статейку OneBF. Они перевели весь патчноут, и там вы можете спокойно это все прочитать. Первым делом после этого патча вы ощутите на кончиках своих пальцах то, что они наконец-таки убрали input lag, отключили мертвую зону как на ПК, так и на консолях. И теперь управляться с вашим персонажем, прицеливаться по противнику стало гораздо приятнее. Но знаете, что самое обидное? Что это исправление вышло только сейчас, спустя 5 месяцев после релиза 2042. А во времена, когда нас, блогеров по батле, приглашали на закрытые презентации, давали поиграть там в ранний доступ к бете, Альфе, или мы перед релизом играли в патч первого дня, я каждый раз своему комьюнити-менеджеру Electronic Arts писал, мол, типа, чуваки, у вас есть проблемы с input lag, мне надоело каждый раз прописывать конфиг, чтобы у меня была отключена мертвая зона. Судя по всему, после трех упоминаний этого, они как-то не обратили на это внимания, и только сейчас решили исправить эту проблему. Уровень, уровень, пацаны, вы просто красавчики, Electronic Arts и Dice. Ну и пошли дальше. Специалисты. Дозер. Вот это надо прям зачитать. Теперь дозер становится уязвим, когда получает тяжелые снаряды в щит. Многие говорят о том, что вот теперь дозер пробивается танком. Нет, он не пробивается танком. Сегодня как раз таки проверил. Взял дозера, встретил армату, и при попадании подкалиберного снаряда, который рассчитан на то, чтобы пробивать 500 миллиметров брони, дозер делает классно, да? То есть, снаряд, который пробивает танки, не может пробить какой-то баллистический щит. Требую от Dice'ов добавить специализацию для танков. Защитные экраны, сделанные из щитов дозера. Или же, пацаны, предлагаю вам тактику. Если у вас есть команда из 20 человек, то возьмите один танк и просто его в стиле римских легионеров окружите дозерами, которые будут вместе с танком идти и его закрывать от снарядов. По-моему, это будет суперидеальная рабочая тактика. Рао. У него отобрали его обилку. Если честно, я уже не вспомню, что она из себя представляла. Но, в общем, теперь у него обилка G-SoPai. Когда в него кто-то стреляет, то этот противник отмечается, прям выделяется на вашем экране и помечается для всей вашей команды. В то же время у G-SoPai отобрали ее обилку и отдали Рао, а ей выдали новую обилку, что когда она попадает, то противник отмечается у всей вашей команды. И если честно, я как-то не заметил и не понял, как эта обилка работает. Ну, мол, типа стреляешь, а где он отмечается? Скорее всего, он отмечается на радаре. Но какой-то явной пометки я не увидел. Гаджеты Ирландца. Теперь можно будет раздавить техникой. И это очень круто, потому что раньше его вот этот трофи-систем и баллистический щит, который он устанавливает на земле, останавливал танки. Танкам нельзя было его вынести. Просто вот проехаться по нему. Надо было обязательно стрелять. Теперь эта проблема исправлена, и любая техника может сносить гаджеты Ирландца. Починили умную гранату Сандэнс. Теперь бронебойная граната будет лететь туда, куда вы прицелились. Просто до этого патча она летала совершенно рандомно. Если вы целились в танк, бросали ее, и что-то рядом пролетало, то граната просто переключалась на абсолютно рандомную цель. А в некоторых случаях граната просто летела туда, куда хотела. Теперь это исправили, и теперь гранаты отрабатывают на все 100%. Ну и плюс ей увеличили скорость подрыва кластерной гранаты. Наконец-то они добавили самую важную функцию, которая была в Battlefield 4, которая была в Battlefield Hardline, в Battlefield 1 и в Battlefield 5. Возможность настройки размера и прозрачности иконок на экране. Теперь вы можете сделать полупрозрачными иконки флагов, иконки ваших тиммейтов, иконки противников. Плюс менять их размеры. Наконец-то, потому что все эти иконки постоянно вам мешали при работе по противнику. Произошел ребаланс начисления очков за разные виды помощи и, в принципе, за разные действия. Например, уничтожение снарядов с помощью ирландской Трофи Систем. Раньше давало 5 очков, теперь 10. Если противник поражен им ваши эми гранаты, то теперь вы получаете 20 очков. Оборудование уничтожено, теперь дается 10 очков. За восстановление здоровья, поддержкой боеприпасами и починкой вместо 5 очков вы получаете 20. Уничтожение рейнджера дает 75 очков. Точка нейтрализована и точка захвачена, теперь дается 200 очков. Сектор или точка защищена, дается теперь 10 очков. Модули наружие дайс наконец-то сделали их разнообразными. До этого допустим на том же печенике у нас было два пламя гасителя, которые были абсолютно одинаковыми. Теперь каждая дульная насадка дает разный эффект. Исправили допустим компенсатор Warhawk. Если раньше он давал улучшенный контроль горизонтальной вертикальной отдачи, то сейчас он дает то же самое, но при этом ему добавили штраф. Это снижение точности. Легкая рукоять Rattlesnake. Если раньше увеличила точность при стрельбе в движении и снижала точность при стрельбе в прицельном режиме, то теперь улучшена точность стрельбы от бедра и снижена точность при стрельбе в прицельном режиме. Мой любимый гибридный прицел от полторашки до трех с вертикальным коллиматором увеличили скорость передвижения в прицельном режиме. А также присутствуют уровни зума и регулировки оптики. Что это значит, если честно, я не понимаю. Ну, а также там еще есть дополнительные изменения, но они все связаны с визуальными багами при установке тех или иных модулей. Во время монтажа вспомнил, забыл сказать очень важную вещь. Они догадались, они догадались, что им надо посмотреть на свои прошлые игры. И теперь у нас как в Battlefield 3, Battlefield 4, LCU и фонарик включены при спауне. То есть вы появились и у вас LCU-шечка работает. Потому что до этого вам приходилось постоянно вручную включать. То есть патч реально вызывает такое чувство, что в таком именно виде должна была игра появиться, а не через полгода стать такой. Бомбит. Произошел ребаланс пулемета. Мы получили огромный нерф всего печенега. Если раньше был это один из лучших стволов в игре, то теперь ему увеличили значительно базовую отдачу. То есть это вся отдача. Благодаря чему печенег стал эффективен только на короткой дистанции. Раньше на нем можно было нагибать в ближнем бою, на дальней дистанции и на средних дистанциях. Но благодаря этому изменению у нас появился хоть какой-то смысл в пулемете LC-MG. Если раньше он был бесполезный потому что зачем его использовать когда есть печенег, то теперь он подойдет для тех игроков, которые любят вести огневые контакты на средних и дальних дистанциях. Второй большой нерф это вундер вафля AC-42. Это выдуманная булка теперь наносит меньше урона и у ней уменьшена дистанция максимального и минимального урона. По цифрам пока что ничего не известно. Симфик еще не накопал данной информации. Но что могу сказать? Если честно я не заметил никакой разницы. Да, возможно там урона меньше. Но из-за того, что у данного ствола приятная отдача и он стреляет отсечкой по два патрона с темпом стрельбы 1200 выстрелов в минуту вам никто не запрещает просто отправить дополнительную отсечку и все. И если честно как был он эффективным так и остался. Следующее изменение наконец-то в игру добавлен войп. Не в ротик хот-догу не в ротик хот-догу поднимай нашу птичку. захвачен русские атакуют одну из наших целей большинство секторов теперь принадлежит нам я знаю что многие говорят что нахрена мне этот войп вот у меня на консоль на инсбуксе или на плейстейшене я могу зайти в пати и общаться с братюнями по отряду ой а на пк мне зачем у меня есть дискорд вот если честно я такой политики не понимаю да возможно для хардкорщиков данная функция не нужна но если мы говорим про игрока который особо не шарит приходит домой после работы и хочет зайти в игру и видит что типа тиммейты занимаются какой-то хернёй или ему нужна какая-то поддержка в лице того что я бегаю с софламом а ты будешь стрелять с помощью ракетницы по моим пометкам то в данном случае войп нужен для тех игроков которые не прошарены во всяких вот этих тусовках плейстейшн или дискордах а человек из обычной жизни который просто хочет поиграть в игру но при этом держать связь со своими братюнями наконец-то эта функция вернулась хотя начиная с баттлфилда 2 она всегда была в играх серии баттлфилд то что эту функцию добавили через полгода после релиза игры говорит о многом также там огромный ребаланс техники и тепловых снарядов для танка я особо за технику не шарил потому что не люблю ее после выхода наверное баттлфилда 4 поэтому более подробно вы можете почитать в патчноуте по ссылочке в описании но что точно можно сказать что тачку на воздушной подушке теперь нельзя заставить карабкаться по стенам это первое и второе литлберт перенесли категорию ударной авиации если раньше он был как транспортная авиация то теперь он считается как ударная авиация ну а как вам патч пацаны пишите все в комментариях под этим видео мне будет интересно почитать впечатления игроков которые активно играют в эту игру сильно заметны изменения в этом патче или вы их воспринимаете примерно как я что без прочитки патчноута ты тупо не замечаешь большинства вещей представленных в этом патче пишите все в комментариях думаю на этом все всем удачи всем пока многие идут не своим годом после отсрочки так что ты сначала и вы что вы хотите а assist equipe я